27 июня этого года инсульт случился. Я потерял ориентацию и не мог говорить и ходить. Упал в коридоре и в мою скорую я оказался в больнице. А потом случилось чудо. Пришли врачи, ты подходишь под экзаски, вверх взрослых. Давай попробуем. Ну что касается Виктора Николаевича, это был пациент. Исходно, невзирая на полное отсутствие речи, движения в правых конечностях, страшно позитивно. То есть было очевидно, что человек хочет восстановиться. То есть он не просто лежал и улыбался. Он все делал, чем с ним занимались, он с удовольствием во всех активностях участвовал. И поэтому наше предложение он принял на ура и сразу. Я был десять сеансов экзаски, и первые два сеанса так тяжело. Затем, думаю он, я все равно не хожу. После двух сеансов у меня в башке кто-то пюкнуло. И дала команду на те ходить. И я пошел, пошел. Сейчас вхожу, ну, местов шестьсот, семьсот каждый день. Вот этот эзаскиед, он подвинут меня в нахождение. А если бы его не было, я бы так и лежал. С Виктором Николаевичем трудностей вообще, в принципе, не было. Он мог поворачиваться, повороты на бок. То есть это по ревермиду-1. То есть уже к выписке он у нас имел по ревермиду-6. То есть он мог сам садиться в кровати, сам мог вставать, сам мог без посторонней помощи стоять без поддержки и присаживаться на стол. Этого мы, в принципе, не могли бы достичь этого, если бы не было экзоскелета. Если человек, который просто кладется на стол и вертикализируется с привязанным без движения, уже значительно больше успеха имеет в реабилитации, согласно доказательной медицине, я имею в виду стол-вертикализатор. То, что говорить о человеке, который через какое-то время не только просто фиксирован, вертикален, он еще и отрабатывает правильный стереотип ходьбы, ему навязывается правильный стереотип ходьбы. Это, конечно, значительно влияет и на спастичность в результате реабилитации, комплексной, конечно, с включением работы на экзоскелете. Спастичность, скорость ходьбы и другие функции, которые пострадали при инсульте, тоже улучшаются. Доказано, ну, доказано на маленькой популяции, правда, но лучше, по крайней мере по цифрам, по нашим результатам, лучше, чем пациентов группы контроля. Экзоскелет вот такой категории бомбин, как я, вот, нужно, потому что команда в мост идет и серовик идет. Повезло мне, что я одет экзоскелет, и поэтому я хожу, а не будь его, я бы сейчас лежал, не ходил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...